Так, ребятки, вот он наш красавчик телевизор. Давайте теперь будем включать. Смотрите, вилка такая прикольная. Вот он, короче говоря, два дня у нас постоял. Некогда было им заниматься. Обманул я вас, конечно. Никакого спирта я сюда не лил, честно говорю. Жаба задавила, телевизор дороже спирта. Короче, ничего, я просушил просто, на солнце тогда хорошо, компрессором продул. Так посмотрел, ну вроде ничего нигде, никаких разводов, всё чётко. Включал его, есть высокая и всё. Дальше тишина. Пультик был убитый. Вот отремонтировал пультик, смотрите. Видите, какое? Тут ещё зажигается, вот выбор ТВ, чего-то там ещё, каких-то режимов. Короче, вот такой пультик. Тут ещё была потайная крышечка. Ещё какие-то кнопочки. Ну, короче, пультик сделал, работает. Всё, давайте, включаю, покажу вам, что я теперь уперся. Так, включил. Смотрите, теперь включаем. Блин, опять у нас дождь на улице начинается, потемнело так. Плохо, Владик, видно, нет? Немножко, да. Так, смотрите, дежурное питание появилось. 5 вольт у нас тут дежурки. Так, проводки же там на скорую руку вот эти все снимал. Блин, пока назад всё подсоединил. Ну, в принципе, тут сделано для бестолковых. По-другому там разъём в принципе не вставишь. Вот здесь я только путался. Видите? Вот эти два провода. Скрин там, один идёт на Пушкина эти. А второй земля. Ну, по схеме, нашёл же схемы на него. Всё есть. Целая книжка там скачал. То есть, без проблем. На него всё есть. Значит, смотрите теперь. Включаем телевизор. Можем с пульта, можем с кнопок, без разницы. Слушайте теперь высокая сейчас. Ближе подведи микробку. Слушаем высокая сейчас появится. Слышали? Так, динамик клацнул. Ну, вот он, смотрите, поморгал раз, два, три, четыре раза. Моргнул, и всё, и красным теперь светится. То есть, что-то ненормально, видите? Он нам сигнализирует, что-то не в норме. Потому что изображения нет. Видите? Ничего не светится. Абсолютно. Никаких букв там, хотя бы там сервисное меню, что-нибудь. Ничего не высвечивается. Теперь смотрите, вот трубки кинескопа. Вот с этой стороны. С ними, видите? Видите, они вон увеличатим зумом. Стекло, видишь, там оно, оно, это. Накал. Нити накала светятся на всех. Видно, нет? Снял. Значит, высокая есть, всё нормально. Теперь даже смотрите, что есть. Слушайте динамики. Вот, иди сюда, с ним. Вот здесь конденсаторы. Видите? Один канал, второй канал. Оба канала работают. Есть звук. Всё. Вот тут сбоку висел усилитель маленький. Я его пока снял. Куда его засуну? Вот он. Это, оказывается, усилитель сабвуфера. К нему, видимо, ещё шёл сабвуфер. Вот он стоял. Я его пока убрал. Он шёл на вот эту панельку на заднюю. И выход был для саба. Видите? Два канала. А может и не для саба. В принципе, на этой микросхеме просто два канала. Два канала каких-то колонок ещё дополнительных можно было впихнуть. Но я её пока откинул. То есть, это как бы не влияет абсолютно ни на что. Теперь нужна ваша помощь, ребята. Нету изображения никакого. Видите? Что вот делать? Всё как бы высокое. Есть самое дорогое здесь. В принципе, исправно. Вот этот ремонт, наверное, был бы самый дорогой по высокой части. Всё работает. Нету изображения. Вот у нас отвечает за вывод RGB. Вот эта плата. Смотри, сейчас выключаю. Высокая пропадёт. Ближе вот, слушай. Слышно, да? Хрустит, как высокая пропала. Здесь вот смотрите. Здесь у нас такая платка, которая вот идёт RGB сигнал на каждую из пушек. Вот эта вот плата отвечает за вывод. Может быть, что-то на ней. Но всё везде идеально. Вот этот был транзистор подгоревший, но рабочий. Он не подгоревший, просто сильно грелся и там немножко расплавился этот текстолит. Но это не влияет абсолютно никак. Причина не в этом. Давайте ваши подсказки. С чего искать? Ну, наверное, питание всё-таки надо проверить. Вот смотрите, здесь блок питания собран. Вот два разъёма широких. Вот они. С ними вот. Раз, два. По-моему, тут 14 проводов и тут. Смотрите, что мы тут. Стендбай. Это у нас идёт дежурное питание 5 вольт. Но оно по-любому есть. Вот смотрите. Майн-повер. Это у нас блок питания. С него выходит раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь основных напряжений. 8,5 вольт, 110, 12, 13,5, минус 20, плюс 20 и плюс 29. То есть я сейчас вот эти напряжения проверю. Наверное, это самое главное, да? С этого и надо было начинать. То есть раз уходит в ошибку, может быть где-то просто никакого-то напряжения нет. Вот это мы сейчас проверим. Вот гребёнка сама выход. Вот эти 28 проводов. Вот по 14 здесь, 14 здесь. То есть тут надо сейчас найти 7 напряжений и проверить их всех. Вот выход с этого блока питания. То есть в блоке питания тут ничего сложного. Если даже какая-то дефицитная микросхема сгорит, которой у нас нету, допустим. То есть я смогу отдельно блок питания собрать. Там есть у меня старых мониторов. То есть что угодно тут можно слепить. Блин, только ж, ребята, смотрите, там подлезть. Вот в эту гребёнку надо подлезть как-то. И прибором замерить так неудобно. Надо какую-то иголочку, наверное, сделать. Вообще надо заточить концы вот этих. А вот у меня же заточен один красненький. Этот на массу, а этот сюда. А, да, нормально. Всё, сейчас проверим напруги. Теперь, ребята, для удобства смотрите. Вот у меня для этого прибора, видите, 4 провода. То есть я использую. Сейчас мне надо... Минусовый неудобно держать в руках, да? Если у вас такой будет выход. Значит, теперь берём минусовый с этим. С крокодильчиком. Поняли? Ставим минусовый с крокодилом. Так, а плюсовый не крокодил, а уже вот этот остренький заточенный щуп. Ставим его. Так, на 200 вольт пока по стоянке. То есть вот так измерять будем. Теперь надо, смотрите, крокодил где-то на минус повешать. Ну, тут не надо, тут высоковольтная, я не знаю. Всё. Скорее всего, вот здесь. Вот эти экраны, скорее всего, должны быть на мосте. Так, проверим. Включаем телевизор. Так, но я тут ещё не знаю, где на каком разъёме какое питание. Сейчас будем смотреть по схеме. Так, раз, моргнул. Два, три. И всё, и теперь светится, видите? И тишина, но высокая не пропадает при этом. Так, что тут у нас? 108 вольт, видите? Попал на первый контакт. Тут у нас 108 вольт. Второй контакт, не знаю. Третий, четвёртый. Минус 16. Ладно, это методом тыка нет. Надо теперь по схеме. Значит, первый, запомни, 108 вольт. Да, у нас, видите, первая ножка, вот она. 117 вольт. И теперь по очереди вот дальше будем искать. Пятая ножка нам надо 13,5 вольт. Здесь 8,5 на 8. Ну, в общем, вот таким макаром надо сейчас проверить вот эти обе гребёнки. Проверить все эти 7 основных напряжений. А потом уже будем от этого плицать. Блин, ребята, все напряжения в норме. Всё есть, всё чётко. Ладно, дальше ищем. Так, теперь, ребята, вот надо нам проверить. Типа как видеокарта, да, в компьютере. Вот так же формирует вот эта микросхема. Как видеоусилитель она получается. Вот 21,65 микросхемка. Вот она формирует, RGB сигнал у нас. Красный, голубой, зелёный. Вот они, три сигнала. Идут на транзисторы, на вот эти. Так, 0,2, 0,3, 0,4. И вот с них этот RGB сигнал должен на CN03 поступить на разъём. Так, смотрим в телевизоре. Вот он, этот разъём. То есть, видишь, вот этот провод, вот он. Он идёт, по нему идёт RGB сигнал. Уже формируется на катодах. То есть, идёт на катоды. Ну, там усилитель ещё на микросхемке собран. Ну, раз ни один не работает, ни один не светится, то, скорее всего, здесь причину искать. То есть, вот в этой плате. Вот она, эта микросхема. Вот эти три транзистора. Микросхему запитывает 5 вольт. 5 вольт у нас не формирует блок питания. То есть, 5, 9 вольт. А он у нас 9 вольт не даёт. Значит, где-то стабилизатор какой-то встроенный, да, ещё? Откуда 9 вольт стало? Смотрим. Так, с какого хрена у нас появилось 9 вольт? Смотрим карту нашу всю. Ищем 9 вольт здесь. Так, вот 9 вольт, видите? Видно, Владик? Вот 9 вольт. К-27, 8, ара, 0, 9. Что это за хрень, не знаю. Это что, тип микросхемы, что ли? Или что это? Ну, да, наверное. Или транзистор. Что это? Не знаю, что это формирует. Берётся откуда оно. 380 мА. Это с 13,5 вольт. То есть, вот наш главный блок питания, вот эти напряжения основные, да? То есть, вот эти 13,5 вольт ещё делятся, смотрите, на 8, на 9, на 12. То есть, вот эти же ещё теперь надо напруги все попроверять. То есть, это, по-видимому, какие-то стабилизаторы ещё стоят. Ну, только так плохо тут по схеме, ничего не понятно, куда оно идёт. Хоть бы указали, в какую плату оно шурует. Ничего не указано. Или блок-схему какую-то сделали. Короче, надо вот эти 9 вольт проверить. Но мы-то можем просто прямо на транзисторе, да, на одном из них. То есть, проверить хотя бы питание этой микросхемы. Вот, только неудобно там, она, плата вся закрыта в кожухе. Ладно, сейчас как-нибудь попробуем эти 9 вольт померить. Так, ребята, вот, значит, мы нашли. Вот же у нас два разъёма, да, пришли с питаниями. Они пришли на эту плату. И вот, видите, раз, два, три, четыре. И вот пятый. Пять микросхем, по-видимому. То есть, ещё стабилизаторы питания вот на этой плате собраны. Так, вот они по схеме, смотри. Значит, вот 70... Вот КА278. Тоже такая же, такая же. Тут вот только 0,9 и 0,8. Так, вот где-то здесь вот и формируется 9 вольт этих. Короче, вот эти пять стабилизаторов надо не полениться, а тоже их проверить. Вот КА70808. Но это, скорее всего, 8 вольт микросхема формирует. Правильно? Так. А у нас здесь, смотрите, написано. То есть, это микросхемы название написано. Вот у нас 13,5 вольт пришло. Вышло, вернее, из блока питания. Пошло на дополнительный стабилизатор. И должно быть 9 вольт. Значит, 278РА09. Вот они. 278 микросхема. Нет. А это КА78Р09. А нам надо 278. Ещё раз. 278РА09. Опа. А тут 05, 05, 05. Это не 278, а 78Р09. Это не та. Должна быть вот такая, только 0,9 ещё быть. На конце. Правильно? Ищем её. Это всё у нас формируется из 13 вольт. Вот они, 13,5 вольт пришли. Ага, вот они же дальше пошли. Дальше. Вот какая-то микруха. Нет, это не та. То есть, ещё куда-то дальше пошло. Возможно, она на другой плате. Хреновастенько. Схема, конечно, сделана. Нет, чтобы просто сразу указать, конкретно на какую плату. Они взяли и указали название микросхемы. И долби сам вот это ищи. Короче, ребята, видите, как долго нужно находить то, что нам надо. Эти корейцы задолбали. Это опечатка была. А мы, блядь, чуть... Ой, матюкаются же. Да, блин, пол телевизора перерыли, не могли найти микросхему эту. Вот видите, что написано? КА-278РА-09, да? Вот она 9 вольт формирует. Вот она. А тут что написано? КА-78Р-09. Видите? 278РА-09. А тут просто 78Р-09. Вот, всё, не буду матюкаться, блин. Ну, ребята, вот это времени сколько отняло. Опечатка. Так, вот они пошли после 13 вольт. Эта микросхема, смотрите. Она сделала из них... Вот, 9 вольт. Всё. Так, вот теперь здесь померяем их. Короче, заодно, наверное, вот эти все напряжения. Вот 5, 5, 5 вольт, 9 и 8 вольт. Вот эти надо все проверить на пруге. То есть я вам просто показываю методику поиска неисправности. Не обязательно именно в этом телевизоре, да? Закон же один для всех. Формат этих схем везде одинаков. То есть, может кому-то поможет это, да? А то Владик, он не знал, как искать. Или знал. Теперь знаешь. А, ребята, блин. Пожалел спиртика, сволочь. Смотрите, вон, видите? Разводики какие. Ого! После спирта класс. С этой стороны разводики на плате надо всё-таки будет снять и просмотреть всё. То есть, всё-таки спиртом надо было протереть. В принципе, быстро убрали всё, быстро вытерли. Не успели ничего сжечь. А может оно и было тут разводы, да? Оно даже это, я думал это разводы от воды. Нет, оно какое-то как канифоль что ли. Такое было. Может и не от воды. Ну не, не окислилось нигде ничего. Просто белый какой-то налёт был. Вот тут именно в этой части платы. А вот, кстати, вот этот транзистор. Я думал он подгоревший. Оно зумчиком, да? Вот этот. Ничего он не подгоревший. Я так глянул тогда, когда мыл его. Видите, чёрненькая тут. Так это краска просто. Вот она. И этот также обведён. Чёрная краска. Нет, он вообще не подгоревший. Плата чистенькая вся. Нигде ничего не погорело. Неудобно, ребята, смотрите, померить. Как вот померить напряжение? Вот эти микросхемки. Раз, два, три, четыре. И тут где-то сбоку пятая. Как раз под вот этой попадается. Как-то попробуем сейчас извратиться. И померить все напроги. Пришлось, ребята, извратиться вот так. Эту плату всю ставили. Тогда разъёма не хватает. А без тех разъёмов уходит в защиту. Вообще тогда не включается. Короче, вот такое извращение у нас получилось. Шарахнуться. Это всего лишь проверить. То есть нету ни контрольных точек, ничего. Для вот этих микросхем. Что такое? По нулям всё. Ага, вот тут появилось. Но 3,6 всего. А должно быть 5. 3,5. Что такое? 7. Ага. Всё-таки земля другая. Не на ту землю я повесил. Так. Всё равно одна по нулям. Вот эта первая микросхема вообще по нулям. Так, выключаю. Вот эта земля, значит, не соответствует. Где-то тут другая. Ладно, сейчас, короче, поищем по схеме, что это за микросхема. Так, а ну, ребята, с землю определимся. Ну, вот же корпус. Хорошо звонится. А ну с этим... Ага, ну с этим нет. С этим вот хорошо. Земля. О, даже с этим, смотрите. По нулям. А ну, возле микросхем. А ну, сама микросхема вот. Да, чётко, смотрите. Странно. Почему только 3 с чем-то вольта было? А должно быть 5. То есть земля нормально соответствует. Ещё раз. Что за байда? Такое низкое напряжение. Это всё с 13,5 вольт формируется. 13,5 у нас было в норме. Ну, этот первый вообще ничего нет. Первая микруха. Вторая. О, появилась 4,9. Был плохой контакт. Ну да, вот 4,9 вольта. Всё есть. Так, ну а одна микросхема всё равно. По нулям. Вот эта микруха по нулям. Первая. Так, 4,9 тут есть. 8,9 вольт есть. Так, и где-то здесь сбоку, я не знаю, Влади. Где-то тут ещё сбоку другая микруха. Ура, ребята! Наверное, это причина. Вот на одну микросхему, смотри, 6 вольт. 6,2, да, пришло? Вышло 0. Это земля. На 4 ножки эти микрухи. Вот на вторую микросхему 6,2 вольта пришло. 4,9 вышло. Ну, 5 вольт. Это прибор немножко, да, может врать. 6,2 пришло. 4,9 вышло. То есть вот эта первая микросхема, на неё пришло, а вышло хрена. Так, ребята, вот этот блок микросхем ещё раз. 5 штук. Их вот одна на 3 ножки. У нас там всё чётко. И вот 4 этих микрухи. А смотри, как они по схеме обозначили. И С81, будто бы это одна микросхема. И внутри вот так разрисовали. 4, типа как вот у кренки раньше были, да, у нас? На 4 ножки только. Вот смотри, 9 вход, 5 вход. Тут, я же говорю о неё, как одну микросхему зарисовали. На самом деле это 5 микросхем. 5 стабилизаторов напряжения. Так, значит, вот вход. Выход. Всё правильно мы мерили. То есть у нас нету вот этих 5 вольт. Вот этих вот 5. Вот эти все есть. 9 вольт, как раз которые мы искали, на самом деле есть. 8 есть. Но зато нашли вот этих каких-то нет 5 вольт. Ну вот сейчас будем смотреть. Ну микруха, да, сгорела, скорее всего, вот эта. Ну, это так просто получается, да? Вот так, ребята. Оказывается, всё так просто. Хотя, ну, рано ещё загадывать. Надо сначала выяснить, что это за байда. Но одно понятно. Смотрите, вот 8,5 вольт на все пришло. Кстати, а почему 8,5? Я же смотрел 13. А, 13 это на вот эту микросхему, изначально которую мы 9 вольт искали. Вот 13. А тут 8,5 с нашего блока пришло. И вот тут они распределились по 5 вольт. То есть, раз 5 вольт, два 5 вольт, три 5 вольт. Три по 5 вольт для чего-то тут. Для каких-то там нужд, понятно, да? То есть, одна вот не работает. Если бы ей что-то управляло, нет. На них все, на все одновременно пришли 8,5 вольта. На первые ножки. То есть, вот с этой ни хрена нету. Ну, сгоревшая. Интересно, а можно вот так запараллелить? 5 вольт временно кинуть отсюда. Или отдельно можно подать. А вот и ни фига, ребята. Целая эта микросхема, вот она. Тут вот короткая. Здесь я ее выпаял, а тут продолжает сидеть коротенькая. Вытащил все платы уже, которые можно было вытащить. Где-то вот тут дальше идет короткая, не знаю. Надо смотреть, что запитано еще по этой шине. Возможно, еще в эти... В тюнерам, возможно, идет. Вот еще, видите, тут два тюнера таких висят. Еще же вот микросхема звука. Но звук есть, поэтому навряд ли. Короче, не все так просто. Надо искать. В этой плате где-то что-то еще видно. От этих 5 вольт запитано. То есть, что мы тут видим у нас? Три таких микросхемы, вот они. И они 5 вольт вырабатывают каждая. Вот здесь даже написано, видите, ток потребления. Вот у нас, по-моему... Вот какая из них, не знаю. Ну, может быть, вот эта, которая микком запитывает и саунд. А может и нет. Какая-то вот из этих трех, тут непонятно по схеме. Вот они запитали. Scan 1, Scan 2. Это у нас вот эта плата. Вот эта платка. Вот с этой микросхемой. С которой я и начал. Вот эта микросхема формирует RGB. Вот она. CXA2165Q. То есть, вот сюда эти напруги приходят. Но я же вытащил ее. Все равно замыкание висит. Видимых таких нету там. Соплей каких-то, ничего не видно. То есть, где-то что-то сгорело. Вот конденсатор еще вот этот. Может он... Хотя, ну, навряд ли он закоротил. Видите, ни один не вздутый. В принципе, тогда качество было хорошее. Я не встречал. В старой технике 2000-х годов. Чтобы там конденсаторы сдувались. Ладно, поищем сейчас дальше. Итак, вот два тюнера. Смотрите, все-таки сюда идет 5 вольт. Вот они. Пришли на питание этих тюнеров. И тут вот, чтобы их не выпаять. Ну, очень тяжело их выпаять. Видите, сколько здесь пинов. Он не на разъеме. Вот эти тюнера, они не на разъеме. Вот, смотрите, два их. Поэтому я решил просто повыпаивать дросселя. То есть, вот тут идет по шине. Смотрите. Идет, идет, идет. И вот. Л-102. И на второй тюнер идет. И вот на второй тюнер. Л-105. Л-105 вот я уже выпаял. Замыкание так и осталось. Сейчас поищу, где Л-102. Так, и вот рядом Л-102. Вот этот здоровенький такой. Ну вот, ребята, нашел. Вот он, Л-102. Второй вот этот дроссель Л-102. Вот он. Я его одну ножку отпаял. Им запитан вот этот первый тюнер. Которому как раз антенна подходит. Может быть, гроза у них шарахнула. Короче, вот этот тюнер оказался неисправный. А вовсе не микросхема по питанию. Естественно, она в защиту уходила просто. И остальное переставало запитывать. Но я сейчас просто не буду этот дроссель подкидывать. Пока попробуем без тюнера. Посмотрим, как запустится. Телевизор. Вот еще раз покажу по схеме. Вот они 5 вольт шли. И вот Л-102. Я его отпаял. То есть питание тюнера. Вот и все. Так, ребята, все поставил. Ну вы поняли, вот этот тюнер один не работает. Ну, он им не надо, да, сейчас. Мы можем... Тут, в принципе, два. Там картинка в картинке. Ну, что-то придумаем. Ну, может, его отремонтируем. То не так страшно. Нет, так по видео входу со спутника прямо можно впихнуть будет. Так, включаем. А, нет, там же пауза. Ага, вот есть. Фух, я уже перепугался. Так, есть. Ребята, работает. О, блин, моргнуло даже это. Ё-моё. Даже моргнуло это. Оно вдруг выключит свет. Моргнуло, но погасло почему-то. Так, ну что там? Нет, светятся. Еле-еле светятся. Не знаю, видно вам, нет? А, во. Ага, полоска какая-то там, блин. Там какая-то полоска. Смотрите, в зеленом. В этом. То ли кадровая не пашет. То ли еще что-то. Короче, вот такая байда. Ладно, сейчас еще будем разбираться. Да не, все нормально, ребята. Ё-моё, я кнопочку не нажал. Так, еще раз включаем. Так, сразу тишина. Сейчас дежурная будет. Ага. А, ну у меня в последний момент я выключал. Был включен, да? Так. Да, вот, все показывает. А ну, Андрюха, выключи пока это свет. Сейчас мы. Ага. Так, вот, ребята. Там видно даже надпись. Блин, как же вам показать? Это полоска пока так. Вот там надпись. Вот я сейчас нажал что-то. Да, блин. Сфокусировать тяжело. А, вот, вот так. Вот. Ого, ярко так. Вон там надпись. Короче, надо теперь это. Цеплять же экран тут. Вот я включаю. Кнопочки, короче, клацают. Там что-то спишет. Ого, яркость. По шарам как даст. А, это я яркость регулирую. От фонаря кручу сейчас. Я даже не знаю, что надо крутить. Короче, надо теперь тащить. Экран. Да, вон, вижу там надписи. Вон, виден. Видели? Все. Короче, это еще экран. О, ребята, Андрюха сказал, на потолке было видно. Все, оно сейчас. А, вон, вижу. Так, 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 так. Сейчас встать надо как-то вот так. Блин, мы кинопроектор с вами сделали. Пленки взять, зарядить. Так, вот, вижу, да. Вот я раз. Смотрите, нажал что-то. Раз, вон, оно пишет там. Вот раз. Что-то регулирую, короче. А, громкость отрегулирую, видите? Класс. Красавчик телевизор. Интересная штука. Короче, вы поняли, я в шоке. Вот это у нас так телемастера смотрели в мастерской. А тут всего лишь был тюнер закорочен. И вся беда. Но, опять же, ребята, я думаю, они не смотрели. Да, Андрюха, они не смотрели этот телевизор. Он был сильно грязный. И они так думают, да нафиг он нужен нам, блин. Вырези вот это колупаться в чей-то, да? Так, ладно, все, ребята, на сегодня все. Я уже устал, 9 часов уже. Так, смотрите, Наталья у нас экраном работает. Так, громкость находи. Ты ближе сначала подведи. Поймай слово громкость. Вот. Да, блин, я тебе хоть кнопки нажимаю. Ага. Так, поймай слово это. Выше. Выше. Ребята, листочек бумажки взяли. Видно, не? Сейчас. Вот слово громкость. Видно, не? Я не могу сфокусить. Да ты не смотри. Вот, да. Ребята, вам видно, не? Вот. Смотрите. Ну, понятно, сведения сейчас нет. Ну, вот так вот. Вот такой вот телевизор. Ладно, все, хорош баловаться. Фильмоскопом этим, да? Там так ярко, если туда заглянуть. Там шарахнуться. Ай, вон, видишь, надпись какая яркая. Вот так, ребята. Душа поэта не выдержала. Решили собрать. Это все Наталья нам сказала. Давайте, давайте, нечего спать. Давайте, собирайте. Короче, накинули вот так пока все. Не знаю. Теперь, смотрите, сведение что-то тут ненормальное. Конечно, если те микросхемы дохлые, то тогда нет смысла его ремонтировать будет. Так, а где это, Владик, было? Так, сведение входим, да? Авторегулировка. Автосведение. О, смотри, что-то пошло. Там у него же датчики по краям экрана. Вот тут в четырех частях. И вот это оно что-то тут вытворяет. Ты следи там нормально, оно. Ниже чуть-чуть сядь. Короче, вот такая, ребята, байда. Ну, видишь, сильно. Это ненормально. Все-таки вот там микрухи вот эти здоровые. У них вообще-то болячка у этих телевизоров, как раз в этих микросхемах. Если они дохлые, то смысла не будет его ремонтировать. Все. Их уже, наверное, нигде не найдешь. Видишь? Все равно вот такая байда. Проводки, не знаю, вроде все же постоя. Короче, не знаю. Подумаю. Вроде бы так запустили. Но это ж... Телевизор он сейчас не будет работать, ТВ-тюнер дохлый. Так. Что еще тут можно сделать? Тихо, опять нажал что ли? Прикольная игрушка. Вот, видишь, можно поиграться. Ладно, ребята, все. Все, пока всем. Блин, сейчас еще заставят что-то сделать. Не, все, на сегодня все, хватит.